Девятнадцатый января, 71-й километр автодороги Тверь-Кимры. Автомобиль Нива-Шевроле, двигавшийся со стороны Твери в Кимры, на скорости вылетел в заснеженный кювет. На той луже, получается, занесло. Занесло. Дорога вообще как по качеству? Скользко? Нет? Что? Я не скажу, что глобально скользко, но вот эти горы, они, конечно, мешают. На незагруженной машинами автомобильной дороге беда, в которую попала автомобилистка, никого не оставила равнодушным. Первым остановился рейсовый автобус транспорта Верхневолжья. Не остались в стороне и водители легковушек. Сразу люди на помощь пришли вам? Да. И автобус, и останавливались, да? Автобус, автобус и ребята останавливались. Просто тросов не было. Вот у молодого человека только трос появился первая машина. Можно сказать, доставали машину из кювета всем миром. Первый трос не выдержал. О-о-о-о! У других автомобилистов нашелся трос покрепче. Так что операция по спасению завершилась удачно. Ура! В этой аварии никто из людей не пострадал. Оставшийся путь до работы в Кимре Ирина на своей Неве ехала осторожно. Не более 60 километров в час. Дорога, несмотря на оттепель, местами покрыта наледью и очень коварна. В Тверской области правоохранительными органами пресечена противоправная деятельность предпринимателя из Ржевского района. Уголовное дело по материалам тверских сотрудников ФСБ расследовал региональный следственный комитет. Как следует из материалов уголовного дела, бывший директор предприятия «Ржевский рыбоводный комплекс» Игорь Афонин под видом продукции своего предприятия организовал поставки в столичные торговые сети готовой слабосоленой икры осетровых пород рыб. Фактически икра была произведена в Китае. Для прикрытия своей махинации предприниматель ввел фиктивный документооборот о наличии в Ржевском рыбоводном комплексе собственного поголовья рыбы и собственного производства осетровой икры. При этом Афонин вносил заведомо ложные сведения в налоговую декларацию, в результате чего уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость, на прибыль, на имущество. Общая сумма недоплаченных денег составила более 74 миллионов рублей. Эта сумма взыскана с фигуранта в судебном порядке и обращена в доход государства. Приговором Черемушкинского районного суда города Москвы фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 171.1 Уголовного кодекса России производства, приобретения, перевозка или сбыт товаров и продукции без обязательной маркировки, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде крупного денежного штрафа. На своих экранах вы видите момент задержания двоих жителей Бежицка, 29 и 27 лет, подозреваемых в семи эпизодах мошенничества. Задержанные, представляясь полицейскими, ходили по квартирам стариков и рассказывали им о том, что задержали аферистов, которые чистили вентиляцию по завышенной цене. Якобы для защиты интересов потерпевших и возмещения им причиненного ущерба, мошенники предлагали пенсионерам юридическую помощь. За свои услуги подозреваемые брали плату от 20 до 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Ведется следствие. Полиция обращается к жителям областного центра. Если вы пострадали от противоправных действий этих граждан, просьба обращаться в Управление уголовного розыска УМВД России по Тверской области по телефону 66 67 41. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok